Приветствую вас. Как мне кажется, ваша проблема сейчас заключается в том, что вы боитесь того, что чувствуете. Вы боитесь взять ответственность за свои чувства, за свои переживания. Может быть вы боитесь это сделать, как мне кажется. И, собственно, поэтому хотите, ни много ни мало, проманипулировать человеком, чтобы он сделал так, как вы хотите, чтобы он сделал первый человек. Я думаю, что чувства испытываете вы, и чувства испытываете вы довольно-таки спонтанные, скажем, вот. И не факт, что человек, в которого вы влюбились, он испытывает те же самые чувства. Вот. Поэтому здесь у меня возникает ощущение, что вы своих чувств боитесь. И, собственно, если это правда, если вы действительно боитесь своих чувств, то в первую очередь, наверное, именно с этим нужно работать. То есть, работать нужно в первую очередь с тем, что вы вот не хотите или боитесь брать ответственность за свои чувства. То есть, если вы что-то чувствуете, вы что-то ощущаете, вот, но, как бы, делать что-то для того, чтобы, значит, реализовать это. Вы не готовы. Вот. А по факту это чуть ли не самый важный момент. Ну, собственно, собственно, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. Больше идем. Следующее. На что я хотел бы обратить, обратить ваше внимание. Вот. Вы говорите о том, что вы замужем. То есть, вы говорите о том, что у вас есть семья и у вас есть, соответственно, наверное, любимый человек. Вот. Ну, собравку точнее. Вот. И важный момент здесь заключается в том, что вы планируете делать с этим. То есть, это вообще-то достаточно серьезная такая проблема. Вот. Потому что у вас есть семья. Семья. Немного не мало. От того, как именно вы собираетесь решать данную проблему для этих будущих отношений во многих с человеком. Но по общему правилам я могу сказать, что дает знать о себе кризис ваших, вот, скорее всего, семейных отношений. Вот. Скорее всего, тут проблематика вот такая, скорее всего. И, соответственно, работать нужно, по моему мнению, конечно же, в этом направлении. То есть, именно в направлении рассмотрения ваших отношений. Супру. Потому что, ну, влюбились вы, вот, тот факт, что вы влюбились. Ну, не может быть на ровном месте. То есть, этот, этот, как бы, аспект, да? То есть, у вас... Ну, могли... Появиться... Появиться... Чувства... По-другому. По-другому. Если они есть. И хотите ли вы их... Решать. Проблемам. Потому что, если... Проблемы в браке, вы... Ну, решать не... Готовы. Готовы, да? Ну, по рад... По рад... Причинам. Тут... А... Мы сейчас... Не... Не будем... Говорить... А то... А... 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 не хотите решать трудности в своем браке. Вот. Если вы хотите решать свои проблемы, то все, в принципе, можно сделать все реально. Но сначала, прежде всего, это принятие ответственности за свои чувства и в какой-то степени отказ от перекладывания. Ответственности за то, что вы чувствуете. За то, что вы ощущаете. Потому что это было бы нечестно. Как по отношению к вам, так и по отношению к вашему партнеру. Возможному партнеру. Вот. Как-то вот, как-то так. Какой-то вот такой ответ я могу вам дать. Какой-то такой ответ я могу вам предоставить. Предоставить вот сейчас. Но, ну, на текущий момент. И мне остается только надеяться. Мне остается только надеяться, что вы прислушаетесь к зиму. Припуститесь к моему ответу. И сделайте какие-то выводы. Исходя из него. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!